Сегодня я хотел бы посвятить семинару немного странной теме, которая случайно возникла. В связи с тем, что для того, чтобы понять Платона и Аристотеля, мне пришлось обратиться к греческим текстам. Хотя я сам не знаток греческого языка, у меня есть какое-то знание определенное. Но, полагаясь на то, что переводчики что-то смогли перевести, имея на руках текст с переводом, имея оригинал, который можно скачать в интернете, в общем-то, все это сейчас доступно, например, и в Википедии, можно пытаться как-то сравнивать, смотреть словарь как-то, и зная основу грамматики, в общем-то, зная основу греческого языка, можно делать какие-то выводы. И что самое интересное вдруг я обнаружил к своему огорчению? Что, оказывается, наши переводы, которым я, например, всегда доверял, я считал, что... Позволь, скажите, как и есть, что наши российские переводчики философских текстов откровенно лажают? Ну, я просто хотел немного более политично высказаться. Ну, вопрос в следующем, да, вопрос состоит в том, что все-таки философские... Сначала я хотел просто подойти к вопросу, несколько с концептуальной позиции, да, что философские тексты подразумевают некоторую точность перевода, связанную с тем, что все-таки слова, которые используются в философии, представляют собой некие термины, да, сфиксированного смысла. Ну, так должно быть, потому что в каком-то отношении философия претендовала в те времена на науку, да, на ней будет точность и строгость, и вот эта точность и строгость, она выражается в частности в том, что термины, которые используются в этой науке, имеют строгий смысл. Особенно это характерно, я думаю, да, характерно для таких вот образцовых философов, как Платон и Ристотель. Это должно быть так. И поэтому, когда переводчик берется за такие тексты, да, за тексты философские, то он все-таки должен отдавать себе отчет, что если ему там что-то в этом тексте непонятно, да, он не должен пытаться подставить какие-то свои другие слова, чтобы донести якобы понятный ему смысл, да. Может, вполне может случиться, что переводчик просто чего-то не понимает, и заменяя одно слово другим, по смыслу совершенно, совершенно другим, да, он нарушает вот эту вот общую терминологическую сетку, да, понятий, которые использует автор. Ну вот, я просто хотел привести несколько примеров. Собственно, я, если так вот говорить уже точно, прочитал, сначала, сравнил начало диалога Параминита Платона, да, с греческим оригиналом, потом некоторые места диалога Софиста Платона, и начал немножко изучать Аристотеля, посмотрел немножко греческий текст категории и греческий текст метафизики в разных местах. И вот что я обнаружу? Ну, я обнаружу полный произвол перевода. Ну, переводчики, ну, совершенно просто невозможно переводить с точки зрения философского смысла, с точки зрения донесения до нас того смысла, который, в общем-то, вкладывает в текст автора. Ну, вот я хотел привести примеры, чтобы не быть голословным. Ну, допустим, возьмем текст Параминита, да, вот. Вот все знают, что в тексте Параминита вначале обсуждается соотношение идей и вещей, каким образом, лучше говорить Эйдеса, да, каким образом вещи переобщаются Эйдесом, там, и так. А мне имеется в виду диалог Платона Параминита? Диалог Платона Параминита. Ну, до того, как, собственно, возникает диалетика одного и многого, да, и там это, как бы, туда я не обращался, я просто посмотрел то, что касается, собственно, разговора Сократа с Параминитом по отношению к тому, как вещи приобщаются к идее. Что я прежде всего обнаружил? Обнаружил, что никаких таких вещей, да, то, что у нас перейдено вещами, в диалоге просто нет. Это просто грубое, на самом деле, нарушение вообще всех правил перевода. Вместо этого в диалоге присутствует следующий уговородательный, да. Это поля и панта. А поля и панта – это поля, это два прилагательных, да, среднего рода. Поля – это многочисленные, это множественное число, а панта – это все, да, все. Здесь, собственно, если хотят указать на что-то одно, пишут ГЭКОСТОН ТОН ПАЛЛЁН, то есть одно из многих. ГЭКОСТОН ТОН ПАЛЛЁН. Причем, как бы, если одна из идей, точно так же, вот, это ГЭКОСТОН ТОН, ну и соответствующая здесь, там, Ай, ЭЙДОН. В чем здесь основная проблема состоящая? Проблема состоит в том, что если вот этот поля перевести как вещи, то весь диалог становится непонятным. И, собственно, я никогда, вот сколько я читал диалог в переводе, я никак не мог понять, в чем там проблема состоит даже, проблема состоит, в чем понять не мог, да. И то, что там, как бы, понять, что смысл-то состоит. То есть это представляло, что Платон своего рода какой-то там странный философ, который непонятно о чем говорит. А если обратиться к тому, что нет никаких вещей, и обратиться к контексту, то выясняется, что под поля понимается на самом деле, с одной стороны, то, что мы назвали вещами или там, или сущими, да, например, человек, человек, там, или стихи имеется в виду, вода, там, огонь. Я привожу только те слова, которые использованы в самом диалоге, да. А с другой стороны, в эту же категорию поля входит справедливость. То есть то, что мы назвали бы понятием. Справедливость, красота, добро и прочее. Ну, и также другие преподобия. То есть мы сразу понимаем, что полен, поля и вообще панта означают вообще все, что угодно. И когда говорится об отделении эйдосов от чего-то, от этого множества, от этого многочисленного, то имеется в виду вообще все. В буквальном смысле все. И то, что мы называем вещами, и то, что мы бы сейчас назвали бы понятиями. Ну, если это так... Значит, отделение эйдоса от сущего, от чего-то определенного, да, получается? Просто от чего-то определенного. То есть многое это, грубо говоря, определенное. Определенное, да. Либо это имеется определенное в смысле понятие, да, либо определенное в смысле вещей, или определенное в смысле вещей. Ну, я здесь особо проблем тоже не вижу. Ну, почему не назвать все определенное вещами? Ну, как? Ну, конечно, не точно. Это очень не точно. На самом деле... Человек не вещь. Вода тоже не... Ну, речь вещь. Нет, если... Дело в том, что сам Платон вот эту разницу... Он понимает, вот диалоги фиксируют вот эту разницу. Что вот есть действительно нечто, что касается как бы чего-то отдельного в смысле вещей, да, и есть нечто, что является отдельным, но только в смысле понятия. И более того, если построить логику на вот на таком переводе, где не упоминать никаких вещей, просто вещи вводят в заблуждение, потому что всякий раз хочется... Ну, и это... Возникает аналогия между тем, что идеи-то как бы должны касаться понятий, да, или там, эйдесы должны касаться понятий, а... Ведь и речь идет о приобщении вещей к эйдесам, да. Тогда получается, что вроде эйдесы должны касаться понятий, а вещи должны касаться... Вот, то есть, многие, да, должны касаться вещей. Каждый раз из-за того, что изначально поставлено такое развлечение вещей, возникает путаница. А если я это развлечение изначально не делаю, то все становится, вся логика выстраивается. Я просто доклад на эту тему делал отдельно. Вся логика выстраивается, вообще никаких проблем нет, понимаем. Вот просто все становится на свои места сразу же. Просто стоит только убрать это понятие вещей. То есть можно же было так перевести, не прибегая к таким вещам. Но ты думаешь, как перевести, как многое? Да, перевести как многое, как все или как многое, никаких вещей здесь нет. Потому что нельзя перевести как вещи, потому что вещи относятся только к сущим, такие как человек, вода, стул, стул. Но справедливо же тоже можно назвать вещами. Нет, справедливо это не вещи. Но вещи точно, но вполне. Как это не... Вот в этом и состоит проблема нашего философства. Что мы переводим это, что даже в нашем родном языке мы словом вещь называем что угодно. Но так нельзя? Да, да, да. Так же тоже нельзя. Это вот по поводу диалога Пармени. Потом я обратился к диалогу Софиста, чтобы просто прояснить ситуацию. И в диалоге Софист, ну я изучал, вообще говоря, диалог Пармени заканчивается таким неясным указанием на то, что для того, чтобы проблему, которая поставлена, разрешить, нужно обратиться к каким-то родным сущностям. И этот вопрос очень многосложный, и не место здесь при многих об этом говорить. Ну и заканчивается и все. И эта проблема на самом деле возникает в диалоге Софиста. Только там уже, она уже как бы решена, и там идет разговор о том, что надо рассмотреть некий род. Да, такой род Софиста. Разговор идет уже о родах. Причем идет разговор о соотношении рода и вида. Теперь уже вот то, что называется эйдесом, да, уже называется просто видом в другом смысле, да, в смысле вот того, что мы привыкли отличать от рода. А род каким-то. А род генос. Совершенно разные слова. Это да, род и род и вида. Иначе говоря, может это понимать так, что в Пальмениде проблема только поставлена. Проблема отдельного существования своего рода неких общностей, да, ни с чего-то одного, к которому приобщается многое. То есть проблема, если так поговорить на нашем языке, проблема общих понятий. Или вообще проблема общности. Да, а здесь она решается тем, что эту обществу нужно обозначить родом. И здесь уже под эйдесами понимаются просто виды. Да, то есть как бы диалог применения кращается тем, что эйдесы, это и есть на самом деле роды. И если эйдесы являются родами, то все проблемы, которые в диалоге есть и поставлены, они разрешаются, да, и все снимаются. Теперь мы переходим к диалогу софис, там эйдес уже имеет свое другое место, да, он уже называется видом. Ты хочешь сказать, что у тебя термином эйдес в двух разных диалогах обозначаются разные вещи? Я хотел сказать, что есть некая действительная динамика, не в этом отношении, есть некая динамика терминов у самого Платона, да, это один разговор. Другой разговор состоит в том, что в данном случае никаких проблем нет. Просто диалоги софис, я же хотел не на это указать, это диалоги софис, просто я хотел смысл показать, да, что как бы разрешена проблема, связанная с диалогами применения, да, о том, как существует, как можно было бы мыслить существование эйдесов отдельно от многих, да. Это они существуют отдельно, в том смысле, каким род существует отдельно от вида. Когда мы смотрим на человека, мы видим конкретное чувственное единичное, да, некий образ единичный. С другой стороны, мы в каждом отдельном человеке видим и род всего человека, человечества, да, то есть в человеке одновременно присутствуют и единичные, и общие. То есть вот, что, о чем вообще был диалог применить, почему там надо было бы отделить, да, некие эйдесы от многих. Именно в этом отношении, что надо было, что что такое эйдес, это некое знание, да, вот, или одно во многом, да, это вот одно общее во многом. Вот надо было, для того, чтобы было возможно знание, должно быть что-то, как бы, отделяемое от этих многих. Вот это отделяемое, оно являлось, там назывался эйдесом, но поскольку там, в том диалоге решено, что в итоге там, можно просто показать, да, в диалоге даже написано, что решение состоит в том, что вот эти эйдесы являются родами, здесь уже эйдесы просто занимают другое место, да, они стали видами, а слово род используется как-то для того, что в диалоге по имени называются эйдесы. Но я, когда обращаю внимание на диалог саписи, я имею в виду другое. Я начал просто, опять, сверять тексты, то, чтобы, ну, отдельные моменты понять. Особенно там вот есть такая диалектика, да, бытие и небытие. И вот, что любопытно. Любопытно состоит в том, что под бытие в диалоге переведено термин такой. То, то он. Вот это переведено в диалоге как бытие. И, соответственно, отрицание это вот это вот. Я сейчас объясню просто, чтобы было понятно. То ми он. Как небытие. Для того, чтобы это объяснить, надо просто обратиться немножко к нашей грамматике. Да, вот у нас есть глагол, а есть причастие. Вот, например, слово «сущие» это причастие от глагола «существовать». Ну, или бы мы сказали «существующие». Просто «сущие» это как бы сокращенно от «существующие». То есть, вот когда вы... Вот это «то» это артикет, поэтому вот, когда вот здесь «он» переведено как бытие, это на самом деле спутывает позицию. Потому что в нашем языке вот это «он» оно должно переводиться словом «сущие». Сущие. И самое интересное, если мы обратимся к ученику Платона Аристотеля, то есть современника, да, он как раз использует «он» как раз как «сущие». И у него вот основной вопрос, помните, что есть «сущие». «Ти-то-он». Вот это вот, это уже аристотелевское высказывание, что есть «сущие». Ну, тут нет глагола, потому что дальше идет фраза, там идет глагол. То есть, не что есть «бытие», а что есть «сущие». Нет, просто у Аристотеля, вот это «он» здесь переведено как «сущие». А у Платона «он» переведено как «бытие». А «ме» он, да, то есть как «несущие» переведено как «небытие». Ну, я, конечно, понимаю, на самом деле, что, может быть, переводчики там, они там считают себя там высокоодаренными философами, они проглядывают, так сказать, истину там просто так, да, там, из каких-то там высших соображений. Но с точки зрения философии здесь просто полная, как бы, путаница. Ну, так же нельзя, ну, так, задается вопросом, что есть «сущие» Аристотель, да, и, как бы, он говорит, что и издревле, и ныне, как бы, ищут ответы на вопрос, что есть «сущие». И мы, как бы, думаем, ну, что такое за вопрос, что есть «сущие», странный какой-то вопрос, да. А ведь, на самом деле, это не что иное, как тот же вопрос, которым занимается и Платон, потому что у него здесь никакое «небытие», точно так же «сущие». И вообще, как бы, складывается впечатление, что у Платона нет различия бытия и сущности. Точно так же, как и у Парменин. То есть эти философы, они, конечно, увидели, что есть такой аспект, как бытие, да, но они его не отделяют как-то от самого сущности. У них бытие и сущность – это один и тот же аспект. То есть вот это вот развлечение, а его еще нет. Я не знаю, как у Аристотеля, я просто еще с этим не разобрался, но явно у Платона его нет. То есть Платон к какому-то отношению – это вот такой наивный философ, получается, да, вот что у него на самом деле, всякий раз, когда вы читаете слово «бытие», то на самом деле не надо понимать вот так, как мы сейчас это понимаем. Потому что ведь для нас, для философов, бытие отличается от сущности, да. В бытие мы соотносим со словом «сущность». Ну или там, например, там, или со словом «сущие», да. Мы говорим, где же у нас связано с существованием, да. Мы отличаем существование от сущности. Или мы говорим там, или как Хайдекер, да, у него постоянно вопрос о том, что вот есть сущие, да, а есть как бы вопрос о бытии. То есть сущие отличается от бытия. И вообще вся наша философия, она на самом деле вот коренится вот в этой различии бытия и сущности, или сущего и бытия. Сущности и существования. Сущности и существования, да, если говорить более точно, да, и более... Более понятно, да, более простыми словами. Ну, если у нас сущие и бытие, то фактически что здесь получается? Здесь, если действительно переводчики считают, что речь идет здесь о бытии, то получается, что бытие и сущие, это у Платона одно и то же слово. Ну, это еще из контекста как-то можно понять. Но когда у тебя вместо несущие возникает слово небытие, то оно, конечно, все рассуждения оно резким образом заменяет. Потому что небытие, это у нас, это, грубо говоря, несуществующее. А несущие, это, грубо говоря, это ничто. Небытие, это... Небытие, несущие, ни одно и то же. Да. А вы помните, я говорил, когда про Пальменида рассказывал, что там вот бытие есть написано, а ничто нет. А у нас перейдено как небытие, а нет. Да. Опять же, это точно неправильный перевод. А что такое сущность? Так, как ты понимаешь, Юрия, удобылся на сущие и сущность? Ну, сущность, если говорить простыми словами, это... Сущность, а сущность, а сущность, а сущность. Сущие, 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 а сто же определенность. Сущие, 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 это нечто. Вот, смотрите, вот я открыл Большую Советскую энциклопедию, здесь написано, сущность, это внутреннее содержание предмета, выражающего видеться всех многообразных предметов, форму его бытия. Хорошо. Сейчас я про это расскажу, подожди. Я, честно говоря, никогда не задумался над понятием сущность и сущие, но мне казалось, что это чуть-чуть разные понятия сущности. Сущность и сущие, действительно, немножко разные понятия. Поэтому сущность, это как бы его внутреннее содержание. Понимаешь? Сущие, это то, что существует. Действительно, разное понятие. Может, смотри, как объяснить. Что такое сущие? Вот, можно пальцем на что-то указать. Ты пальцем указываешь на что-то, то, на что ты указываешь, это сущие. Но бытие же, ведь, его же пальцем на него не указать. Ну, как вот, укажи мне пальцем в данной комнате на бытие. То есть на аспект существования. Его же не указать. На все, что ты можешь указать, на некую определенность. Отличить ее одно от другого. То есть всякий раз ты будешь говорить о неких сущностях. То есть, грубо говоря, променит говорит не то, что бытие есть если не быть янет, говорит нечто существует а несущие не существует того чего нет не существует то что есть есть а то что обладает каким-то содержанием то существует нет ты опять же пытаешься здесь это философии простыми детскими глазами на вопрос посмотри глаза открываешь и видишь перед собой разного рода различий на все что ты можешь пальцем указать все это сущее а бытие она только мыслить понимаешь его невозможно вот так вот указать восприятие непосредственно чувственным виде не слышим и прочее требует мышления как бы именно на это поменит указал что аспект существования она требует мышления надо помыслить аспект существования тогда возникает еще еще одна характеристика мир со стороны бытия так вот когда здесь разговор идет сущим то имеется только вот то что вот нечто здесь перед нами вот то что на что можно указать пальцем нечто заключается в сознании то чего сознание не касается чего мышление касается это есть сущее так как чутки поменит правильно переводится все остальное бытие так точнее так давайте переведем так вообще быть то есть неопределенная форма глагола быть есть ничто не есть можно это это надо перевести так что то что есть есть а то чего нет нет фактически то что есть необходимо есть а то чего нет необходимо нет нет это получается нет существует а ничто не существует. Вот так я переведу Томминида. Нечто существует, а ничто не существует. Понимаешь, когда ты... Ну из твоих же слов. Было бы правильно сказать так. Сущее существует, потому что такое нечто? Опять же мы вносим в них это еще один. А НЕ сущие, то есть ничто, не существует. Вот это происходит. Сущее существует, а не сущие не существует. И отсюда же стартует и терминология Платона. То есть если опять по первому начале фразы мы еще как-то можем понять его правильно, даже из перевода, а то по второй, потому что сказать, что НЕ бытия нет, это не то же сказать, что НИЧТО нет, правильно? Это разные вещи. Мы после классической, это немецкая философия, я даже не знаю, может быть и раньше даже, мы прекрасно понимаем, что на самом деле это действительно составникой нашей философии. Есть различие между определенностью и существованием. Да. Это различие существует. Между стоимостью и существованием. Между стоимостью и существованием. И бытием, да. И бытием. То, что называют бытием. Но вот всего этого различия, возможно, я сейчас могу говорить только про Парменибе и Платона, что у них точно этого различия нет, не зная как у Аристотеля. То есть на самом деле греческая философия все-таки отсюда показывается. некая наивная все-таки философия. Наивная. Да, слушай, так это да. Наивный простой смысл. А почему ты философию, которая говорит, что ничто нет, называешь наивной? Ну сейчас я объясню дальше просто. Вы меня постоянно где-то как бы останавливаетесь. Вы как бы останавливаете, и поэтому я просто жду, я просто даю вам высказаться. Вот смотрите, вот если с этой позиции рассмотреть, что этот вопрос, который вставит как бы... Аристотель. Аристотель, да? В первой философии. Вопрос, что есть суще. Вот можно было бы этот вопрос понять, адресуясь к Платону, что есть бытие. Но это как бы совсем другой вопрос, да? Вопрос, связанный был бы с тем, что существует, а что не существует. Вот. Если бы мы, допустим, основывались бы на средневековой философии, нам было бы важно, да? Вот так вот существовало разделение номинализма и реализма, да? И там мы бы пытались понять, что действительно существует, а что не существует. Это один разговор. Или, допустим, мы когда в классической философии, Кам, допустим, он пытается выяснить вопрос, да, что относится к собственным субъекту, а что относится к нему. И он говорит, что вот форма, такие как понятия, или чувственные формы, такие как пространство времени, на самом деле это есть нечто иное как субъективное. И то, что оно проектируется в мир, да, это вот не есть некий способ, каким человек взаимодействует с ним. Вот. Иначе говоря, каждый раз в философии стоит вопрос о том, что является, если так вот сейчас маленькую добавку сделать, объективно существующим, да, а что является субъективно существующим. Вот есть некое разделение между тем, что объективно и что субъективно. И вот это я называю уже ненаивной постановкой вопроса, да. Ненаивно оно в том отношении, что все-таки возникает рефлексия о том, что такое существование, что можно существовать, например, не обязательно как бы объективно, а можно существовать как-то субъективно в нашем мышлении, да. И вот этот изначальный тезис быть и мысли одно и то же, да, про именида все-таки нельзя понимать в нашем современном понимании буквально. Да, потому что получается, что любая мысль, которая у меня есть, она сразу же является мыслью о том, что существует как бы объективно. На самом деле она, конечно же, является мыслью о чем-то, но не обязательно о чем-то объективном, да. Она вполне может быть мыслью какой-то субъективной. Она может быть просто какой-то глупостью или там каким-то, там, никакой-то нелепостью. То есть все, что у нас определенно, то и существует. Подожди, вот вопрос о существовании, когда различено бытие и определенность, он ставится со стороны того, что в нашей определенности, которую мы знаем, принадлежит самому миру, да, то есть объективному, да, вот если мы берем субъект-объектное различие. А что принадлежит субъективному, то есть тому, той определенности, которая является только нашей определенностью. Ну, в конце концов, существует у нас целый внутренний мир, да, и в этом внутреннем мире много чего существует, много каких мыслей существует, какое, которое имеет, ну, я не знаю, прямого отношения, по крайней мере, точно не имеет существование, да. Много понятий абстрактных всякого рода, дополнительных понятий, специфических, чистых всякого рода понятий, да. Им прямое, вот, непосредственно указать место в реальности невозможно. Они просто являются вспомогательными конструктами, с помощью которых мы создаем теории, да, и с помощью которых мы то, что мы восприятие видим, да, то, что нам чувствуем надо, мы как бы присоединяем к нашему знанию. А в нашем внутреннем мире что-то объективное существует? Наш внутренний мир точно так же, понимаешь, здесь вопрос философский. Мы сейчас можем опять вот те именно запутаться, что является, что является. Я просто хотел показать, нет, я хотел просто показать разницу. А теперь, теперь мы возвращаемся к греческой философии. Греческие философии – это то, что не сделано различие. Но пока я это делаю гипотетический заход, да, потому что я не могу с полной однозначностью сказать, да, потому что я только начал изучать вот греческий текст, и мое владение греческое не позволяет мне быстро читать, то я достаточно медленно продвигаюсь. Но, по крайней мере, из того, что я прочитал Платона и Аристотеля, получается, что поскольку они не сделали вот этого различия между бытием и определенностью, да, между сущностью и существованием, поскольку у них вот и нет и различия субъективного и объективного. И для них, вот как Пальменин говорит, что быть и мыслить – это одно и то же. То есть, когда Аристотель говорит о своей сущности, что эта сущность представляет собой нечто такое, что единичные предметы, да, и нам как бы это странно, как бы сущность, с одной стороны, единичные предметы, а с другой стороны, что категория, а как это, одновременно понятия, одновременно единичные вещи, как бы, единичные сущности, как это так? Вот эта вот странность, которая сразу же возникает при изучении истории, она бросается в глаза. Но, видимо, у Аристотеля даже такого вопроса не стоял, потому что все, что мыслился, оно просто тем самым и существовало. Так вот, вопрос, возвращаясь опять же к вопросу, что есть сущность, здесь надо понимать по-другому. Это вопрос не о том, что существует, а чего не существует, да, это вопрос о том, что на самом деле является самостоятельно сущим. Совсем другую постановку вопроса. То есть вот есть существование самостоятельное, вот как у спинозы. То есть тут можно просто обратиться к спинозу. У спинозы идет разговор о субстанции. Говорится, что субстанция есть нечто, что существует само через себя и постигается само через себя. А есть молодость, которая существует через другое и постигается через другое. То есть есть нечто самостоятельное сущее, это субстанция. А субстанция, это, кстати, кальпы, понятия сущности. Вот есть как бы самостоятельные существа. Есть то, что внутри этой субстанции существует и только через него существует. Точно так же у Аристотеля. Ставя так вопрос, он просто указывает, что существует самостоятельно, а все остальное существует через него. Вот что существует самостоятельно? Самостоятельно существуют сущности. А что существует как бы не самостоятельно? Самостоятельно существуют роды и виды. Да, сущности, они существуют только через эти сущности. Как бы, можно было бы сказать, что в них существуют. Он так и пишет, что они существуют в них. Точно так же категории, они не существуют самостоятельно, как у Платона в виде каких-то идей, да, непонятно где. Они существуют точно так же, только через сущности. И получается, что ответ на вопрос Аристотеля очень прост. Он не задается вопросом, что вот есть как бы разговор о том, что существует объективно, что существует субъективно. Он просто говорит о том, что есть нечто самостоятельное существующее, а есть нечто другое, что существует через другое. Вот и все. И так же и здесь. Когда разговор идет, у Платона в диалоге применит о том, как идея отделяется, как они существуют сами по себе. Ведь разговор опять же идет о некой самостоятельности. Опять же о самостоятельности. И вообще вся философия, видимо, опять же гипотетически я сейчас высказываюсь, Платона-Аристотеля проходит под знаком того, что существует самостоятельно. А не вопрос о том, что существует, а что не существует. Это только в нашей классической философии, нашей европейской, возникает вопрос о том, что реально существует объективно, а что существует только субъективно. Никакого такого вопроса в древней философии нет. Но вот поскольку этого вопроса в древней философии нет, это и означает, что она наивна. Что она на самом деле существует в этом странном реализме. Ведь когда Аристотель говорит о том, что вот эти существа, они существуют в реальности, ведь на самом деле это же странно. Ведь они же тут... Если почитать внимательно, то Аристотель различает существенное и превходящее. А что такое различать существенное и превходящее в вещах? Это означает, на самом деле, что говорить о вещах в неком опосредовании. Иначе говоря, эти сущности никаким образом не могут быть единичными. Потому что если высматривается в вещах нечто только существенное, то это означает, что вещи берутся со стороны своего понятия. И это хорошо показал Гигель в своих феноменологических духов. Потому что все, что касается именно такого высматривания, все, что касается опосредования, оно происходит только в мышлении. И поэтому у Аристотеля вот эти сущности, они точно так же остаются в мышлении, никакими единичными они не являются. Получается, что вот эта изначальная постановка вопроса, вот эта наивная, в котором все, что в мышлении находится, все одновременно существует, она приводит к таким всякому роду несуразности. Когда сущность одновременно является и маркировкой того, что существует, как единичное, как объективно существующее, и того, что является категорией. Ну вот тут еще по поводу перевода, да, опять же. Вот беру я Аристотеля. Слушай, а раз нам перебью. Сама фраза, что есть сущее, не является, это масля-масля. Когда читаешь фразу, что, уже сама фраза, что, уже указывает на то, что подразумевается, что нечто сущее. Что есть сущее. Ну, сущее есть сущее, получается. Ну, дальше же уйдет у меня, что и сущее, а дальше идет, что означает, что есть сущность. То есть, что и сущее, равняется у Аристотеля вопросу, что и сущность, как переходит вопрос. Сама фраза, потому что, когда вот идет у нас что, уже получается, что это вот что. Что это уже сама, уже есть, подразумеваешь, сущее. Получается, что сущее есть сущее. Ну, так навевает такую мысль. Ну, во-первых, действительно, что вопрос о сущности связан с вопросом что. Это все правильно. Слово что, как бы, это и есть категория, которая называется сущность. То есть, все категории Аристотеля выписаны под вопросами, да, как бы, это нам, они, нам преподаются категории, как понятия. На самом деле, это некие вопросы, которые задаются, да, и выспрашиваются. То есть, что такое сущность, это то, что выспрашивается под вопросом что. Категория другая, допустим, там, место, там, под вопросом, там, где, там, соответственно, там, время, когда и прочее. И везде у него все категории, они так и означают эти вопросы. Так что ты и правильно говоришь. Но одно дело, как бы, смысл того, что мы высказываем, а другое дело, то, как это высказывается. Ну, давайте я продолжу просто про Софиста, да, сначала только на Софисте акцентируюсь. И вот, я, читая далее Софист, дохожу до места вот в этой диалетике бытия и небытия, который называется, который, на самом деле, надо было бы назвать диалетика сущего и несущего. И вдруг, как бы, вот, когда речь заходит о том, что там есть два рода философов. Одни, которые опираются на телесное, а другие, которые опираются на идеи. Да, вот возникает такое раздвоение, и те философы, которые настаивают на том, что существуют идеи, это вот, и когда их обсуждаются, вот возникает такой диалог, да. Что идеи существуют или не существуют идеи, ну, как бы, как сказать. Ну, давайте просто я так переводом, да, возвращусь к изначальной постановке вопроса. Я вообще-то хотел бы показать, что вот в переводах не все так гладко, как хотелось бы, да, и что им нельзя доверить. И вот мы читаем, да, что когда речь заходит об идеях, что... Поэтому те, кто с ними вступает в спор, предусмотрительно защищаются, как бы, сверх подход из невидимого, решительно настаивая на том, что истинное бытие – это некий мы постигаемый и бестелесный день. Так вот, когда здесь говорится про истинное бытие, то на самом деле здесь вместо слова «бытие» нам бы поставить слово «сущность». Потому что в тексте стоит «сущность». И правильно было бы перевести так. Решителя настаивал на том, что истинная сущность – это некий мы постигаемый и бестелесный день. Это совершенно другой смысл. Истинное бытие и истинные сущности. Правильно? Это раз. Далее, опять же, на этом же странице... Я вот, честно говоря, не догнал. Игорь, да ты догнал? Ну а что? Это вопрос, подожди, я же не... Это вопрос о переводе их пока. А дальше, опять же, идет некая... То, что у нее истинная сущность вещи, то есть это нечто к мы постигаемое в одном случае. Во-вторых, говорится о неком обставительном истинном бытии. Где она находится? Слава, слева, внизу, в космосе. Оно тоже мы постигаемое. В одном смысле... Автор... Это откуда? Изристот не взял, или Платон? Нет, софист. А, это значит из Платона. В одном смысле Платон превращается в великого мистика, а во втором он просто высказывает эту логическую вещь, несложно. В правильном переводе. В правильном, да. Правильно можно сказать? Мы же тоже примерно с этим согласны, что сущность любой вещи, она умопостигаема. Мы же понимаем, что сущность этого дивана, на котором ты сидишь, является умопостигаемой. А как еще? Потом, как бы... А говорит, истинная это не сущность, а истинное бытие. О, космос, где ты? Ну и дальше точно так же. Космос, сторон. Говорится о том, что значит нам надо потребовать от обеих сторон, то есть от тех, кто признают идеи, и от тех, кто опирается на тела, порознь объяснения, что они считают бытием, так переведено. А на самом деле стоит это слово сущность. Что они считают сущностью? То есть это другой смысл. Да, да. Сразу же с небес тело опускается сильно на землю. Потом очень сильно. Ну это просто вопрос. Некоторые говорят, что у тебя тело, а другие говорят не, что у тебя мы постигаем, является сущностью вещи. Вот. Да, именно так. И все становится понятно. А теперь постараться понять, что является ее, либо ее некая телесность, либо ее действительно нечто мы постигаемое. Является сущностью вещью, а не бытием. И далее как раз, это дальше идет опять развитие, от тех, кто полагает бытие в идеях, так написано. А на самом деле сущность в идеях. Те, кто полагает, что сущность идеальна, то есть сущность постигается мыслью, сущность постигается в идеях. Ну. И так далее. Это просто пример, как это заставил перевод. Очень интересно. Когда одно слово... Оказывается, Платон у нас средневековый философ. Времен в дискуссии между номерализмом и реализмом. Вот. Ну, это далеко идущий. Это понятно, к чему клонит. Давайте так, теперь возьмем Аристотеля. Казалось бы, это уже Аристотель. Можно было перевести более точно, потому что все-таки в каком-то отношении Платона это литературный текст, все-таки диалог. Как обычно, считают переводчики, что в литературном тексте можно позволить каким-то своим вольностью перевести в каком-то более красиво или изящно, или что-то, как они там переводят. Казалось бы, такие вот скучные тексты Аристотеля. Ну, там, чисто-чисто терминология. Человек занимался тем, что систематизировал все науки, пытался найти основания всего, что только существует. И подлунного, и на лунного, и был первым в нашем понимании смыслом ученым. И уж его-то надо было переводить точно. И вот берем трактат категории, и сразу в трактате в главе первой слово логос переводится как речь. Логос, речь о сущности. Логос тесусиас переводится как речь о сущности. Потом в этой же первой главе этот же логос переводится как понятие. То есть одно и то же слово переведено два раза, ну там действительно это слово многозначное, и мы думаем, что на самом деле действительно может быть переводчики умнее нас, философов. В пятой главе это слово логос переведено как определение. То есть в одном трактате буквально на двух страничках это слово переведено тремя различными словами. Для чего это переведено? Ведь для того, если вместо речь о сущности поставить определение, то все становится на свои места. Можете просто посмотреть. А как назвать этот текст почти более-менее хотя бы слов 20? Одноименными называются те предметы, у которых только имя общее, а соответствующие этому имени речь о сущности разная. Одноименными называются те предметы, правильно надо перевести, у которых только имя общее, а соответствующие имя определение сущности разное или определенность сущности разная. Ну, понятно, понятно. Что-то типа того, что там, ну, ой, ну, что-то повести к этот. Ну, все равно речь о сущности, это просто идиотизм, это превращать это философа в какого-то, я не знаю, там. А, ну, например, слово ключ, согласитесь, например, слово ключ. Ну, бывает ключ в смысле гаечный, он говорит-то простую вещь, что бывает ключ гаечный, бывает ключ как источник. Как источник. Да, у них имя получается одно и то же, а сущность у них разная, определенные сущности разные. А в традиционном, как речь, о сущности у них разная. Ну, я особо не наканчиваю. Дело не в этом, дело просто касается точности перевода, ну зачем в этого перевода? Ну, да, здесь, можно слово речевого и переводить. Я думаю, что они имели в виду следующее... Ну, что такое речь о сущности? Ну, что за какой-то... Дарья по-русски звучит как криво, но как это там? Что такое за речь о сущности? Как речь о сущности, как трактат о сущности, поговорим о сущности, разговоре о сущности. Они решили перевести... А логосты как определённые сущности? Логосты как определение. Как смысл может перевести? Они, наверное, имели ввиду рассуждения о сущности. Переводится как определение, всё становится на свои места. Дальше. Самое правильное перевести и самое близкое и к нашему русскому языку, как оригиналу, это понятие определения. Не надо ничего придумывать на ровном месте. Зачем это путать? Делать из трактата нечто непонятное. И просто я к чему всё это хотел рассказать? Я к тому, что из того, что творится с переводами, а всё-таки наша культура опирается прежде всего на переводы, откуда нам черпать мудрость, как и не из древних авторов, то не мудрено, что наша философия находится в таком состоянии, совершенно вымученной, а пустошеном. И не получается нам понять ни Платона, ни Аристотеля, ничего у нас не получается. Потому что действительно, не все обладают греческим языком, не все станут изучать философию Аристотеля и Платона в подлиннике. Но тем не менее, хорошо бы было хотя бы изучить их на основании хороших переводов. Но и переводов нет. И вот у нас получается, что наша культура, она в таком странном состоянии подвешенном находится. Всё у нас как-то недоделано. Я в своё время, когда христианством занимался, постоянно встречал нарекания на тот перевод синодальный, который у нас есть в Библии. Совершенно невозможный. Там состоит... Там местами просто переведён совершенно ужасно. Просто я тоже немножко с этим связывал, ну, как бы читал в оригинале, да, и там есть некоторые места, действительно там удивительно, переводчики там постарались. Но тем не менее, понимаете, понимаете, тем не менее, почему-то вот у нас нет вот этой традиции научности, нет серьезного подхода к таким вещам. Вот это вот удивительно. Мне кажется, тут переводчик ни при чём. Тут есть ещё и редактор перевода, Микеладзе. То есть, думаешь, что Микеладзе... Нет, то, что есть нарекания на наши переводы, это же старая тема. Да. А ещё и корректор именова тоже. Корректор не Микеладзе? Просто я к чему говорю, что мне удалось понять, ну, я так считаю, да, по крайней мере, мне кажется, что всё логично получается, диалоги применит, если вот убрать некие вот неточности перевода, да, устранить, и всё становится на свои места. Там просто я не стал даваться подробностей, там определённого рода места, связанные с тем, когда Эйдес понимается как мысль, надо просто ещё правильно перевести, и тогда вообще всё на свои места становится. Всё становится понятно. Откуда берутся? И это идея о том, что Эйдес представляет свой образцы, и почему такая гипотеза существует, и почему она вообще обсуждается. То есть, Платон становится просто достаточно ясным, прозрачным философом. А так у нас же у Атвифи вообще-то есть такое представление, что Платон – это какой-то тёмный философ, непонятно, о чём говорит, никто его понять ничего не может. Причём это высказывают не какие-то там отдельные, ну, частные, как бы, какие-то там философы, это высказывают академические философы, это высказывают с трибуны академических, что вот у Платона, сколько существует людей, которые считают Платона, столько, как бы, истолкование Платона, потому что ничего у него непонятно. Вот это вот, наверное, немного странно. Если Платон – философ, на самом деле, если он, как бы, строго исследует некой логике и обсуждает всё-таки смысл какой-то, который он хочет донести, то у него должно быть всё понятно. В противном случае просто литератор, там, драматург, там, но не философ. Если Платон – философ, мы должны всё-таки понять, что состоит у него философская мысль. То есть, так же я и в Аристотеле. Очень много изложений, школьных изложений Аристотеля, достаточно убогих и простых каких-то там, которые держатся, ну, там, на пяти-шести развлечениях. Когда считаешь самого Аристотеля, такое впечатление не складывается. На самом деле, достаточно сложные у него сложные построения, сложные развлечения, там, вообще, очень сложная философия. Особенно я просто не знаю, сейчас я, как бы, занялся греческим текстом, а там вообще не переплыть его, там просто там не сами тексты сложные, и термины, которые он использует, они такие непростые, у него вообще много терминов, именно таких философских, нагруженных, там, надо каждый термин понять, что, какой он смысл несёт. Я вообще переводу теперь не доверяю. Я сейчас, у меня складывается такое впечатление, я беру перевод, читаю, и вообще, думаю, какой-то, вообще, мне вообще непонятно перевод от ничего. Да это, кстати, типичная же наша вещь. Возьмём вот этот Маслову, да? Всем же известен Маслову, чем? Ну да. Чем он известен? Пирамидкой. Какой? Маслову. Маслову. Пирамидой чего? Потребности. Вот. Это опять ошибки перевода. Говорят, что он всё-таки создал пирамиду ценностей, а не потребностей человека. Да, конечно, ценностей и потребностей. Ну, здесь я не вижу, что мне разница пишет. Ну, нифига себе. Потребности – это то, что ты удовлетворяешь. И нам что говорят? Что человек, если он не удовлетворил низшие потребности, он там не достигает выше и выше. А пирамиды ценностей о чём говорит? Что даже если у человека есть высшая ценность, то у него потребности низшие никуда не деваются. Понимаешь? Потребности ценности. А? Если ценности у него выше, то потребности низшие никуда не деваются. То есть ценности, это говорят нам о чём? Что он от потребностей таких не отказывается, но он живёт в других ценностях. Для него важнее другое. Ну, наконец, я хотел сказать, что понятно, что дело переводческое сложное. Что, может быть, переводчиков и нельзя обменить. Потому что я сам попытался разобраться с этим, но там действительно очень сложно с ним разбираться. Вопрос просто состоит в том, что есть некая добросовестность. Если уж ты взял в писа и переводил какой-то термин определённым словом, так надо на протяжении всего трактата переводить его этим словом, не сдирая ни на что. Понятно тебе или непонятно. Потому что есть то, что называется философским термином, который требует постоянно одного и того же перевода. Это всё-таки не литературный текст, где пытаются люди донести смысл. Было бы странно, если философ использовал один и тот же термин в разных смыслах, в разных этих самых. Правильно. Было бы именно что странно. И понятно, что может быть в частной речи и может быть в литературном произведении позволительно опираться на многообразие смыслов. Но ни в коем случае не в трактате. Но ты же когда пишешь трактат, ты пытаешься что-то донести. Да блин, да блин.